МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Крым наш. Чувашия вместе со всей Россией отмечает годовщину воссоединения. Кто будет главой Чувашии после сентября 2015-го? Этот и другие вопросы обсудили на ежегодной пресс-конференции Михаила Игнатьева. Здесь русский дух. Любители фольклора подпевают Марине Девятовой. Крым выбрал Россию. Подавляющее большинство жителей на референдуме о статусе полуострова высказались за присоединение к нашей стране. А уже 18 марта в Кремле подписали договор, согласно которому Крым и Севастополь стали частью России. Мероприятия по поводу годовщины этого события сегодня проходят во многих городах страны. И чебоксары не стали исключением. Мы возвращаемся домой, говорили крымчане, когда вопрос с присоединением был решен. На всенародном референдуме за высказалось более 90% населения. Конечно, в эти дни центрами торжеств стали Севастополь и Крым. Ну а в Чебоксарах годовщину отмечают праздничным концертом. Студенты, представители ветеранских и профсоюзных организаций, деятели культуры, политики, ученые. Многие из тех, кто этим вечером собрался на площади республики, год назад стояли на митинге солидарности на Красной площади с лозунгами поддержки братского народа. Я сейчас пообщался с молодыми людьми, которые учатся в разных общеобразовательных школах, получают среднее или высшее профессиональное образование. Пообщался с ветеранами, пока пешком шел сюда, соответственно, они здороваются, я с ними, они говорят, куда идете на митинг. Я говорю, кто-то велит, говорю, вам идти на этот митинг. Они говорят нет, они говорят по зову сердца. Это мероприятие, оно очень значимо, ибо сегодня вся Россия и жители республики Крым, и Савастопольца отмечают первую годовщину воссоединения с Российской Федерацией, первую годовщину возвращения в родную гавань, в родную большую единую семью под названием Россия. Крым – это Севастополь, город-легенда, город великой судьбы, город-крепости и родина русского черноморского военного флота. Крым – это Балаклава и Керчь, Малахов, Курган и Сапунгара. Каждое из этих мест свято для нас. Это символы русской воинской славы и невиданной доблести, говорил Владимир Путин. А для Чувашии, в частности, Крым – это теперь новые возможности для сотрудничества и культурного обмена. Когда в 1941 году на территорию Чувашии приехал Харьковский электромеханический завод, и когда силами республики, всей страны и вот приехавшими работниками создался завод, и через три месяца была дана продукция, и когда в послевоенные годы был создан великолепный, прекраснейший завод, который стал прародителем электротехники страны, это была консолидированная совместная работа, которая дала свои результаты. В составе делегации, которая была в Крыму, были представители нашего завода, генеральный директор нашего завода, и были достигнуты определенные договоренности по развитию энергетики полуострова и участие чувашских электротехников, в том числе и нашего завода, в восстановлении энергообеспечения полуострова. В прошлом году наши воспитанники отдыхали в Крыму, ездили в лагерь «Тимуровец» и оздоровительный лагерь «Атлантус». Детям очень понравилось. Несмотря на столь короткий временной промежуток, всего год, день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией станет одним из самых любимых праздников в нашем теперь уже общем календаре. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика. О возвращении Крыма и восстановлении исторической справедливости говорили и на встрече главы Чувашия с представителями общественных организаций республики. Переговорную площадку организовала общественная палата. Но прежде чем обсудить социальные и политические вызовы нового времени, участники диалога решили еще раз выразить Крыму и Севастополю свою солидарность. Совсем недавно делегация Чувашия во главе с Михаилом Игнатьевым побывала в Крыму и Севастополе. Помимо деловых контактов состоялись и встречи с крымчанами, уроженцами нашей республики. Сегодня во время сеанса скайп-связи с удовольствием вспомнили о приятных минутах и договорились сотрудничать на уровне общественных объединений. По мнению участников разговора, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией было исторически предрешено. У России есть свое место, в том числе в большой геополитике. И абсолютно правильно были приняты решения, связанные и по Крыму. И те решения, которые связаны с взаимоотношениями сегодняшними с Западом, на мой взгляд, это очень грамотная, продуманная стратегическая линия, которую озвучил президент Владимир Путин. И на мой взгляд, если российское общество, прежде всего сами люди, будут поддерживать этот выбранный курс, то в 21 веке у нашей страны не только восстановится статус великой державы, мы просто сами себя будем уважать. На встрече обсудили и другие задачи, стоящие перед обществом. Подробнее завтра в программе «Республика». Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел традиционную пресс-конференцию. Последняя встреча в таком широком составе проводилась год назад. И у журналистов республиканских СМИ накопилось немало вопросов и тем для обсуждения. Глава Чувашии напомнил основные цифры, характеризующие социально-экономическую ситуацию в республике. Год предстоит сложный, но правительство Чувашии успело к этому подготовиться. Сформирован запас прочности, будут подтянуты дополнительные ресурсы. Расширится круг партнеров. Во многом за счет Крыма и Севастополя. Михаил Игнатьев особо отметил, один только год уже показал важность и значимость этого исторического события. Я сам недавно посетил и республику Крым, и город федерального значения Севастополь. Постречался с нашими уроженцами. На словах, может быть, сложно передать, но я почувствовал жителей этих территорий, насколько они рады, насколько они вдохновлены, насколько они горды своим историческим решениям. Когда я с нашими жителями-уроженцами Чувашской республики встречался, конечно, они рассказывали, что в течение 23-х лет пребывания в составе Украины ничего хорошего, ничего радостного не видели. Вот теперь у них уверенно завтрашний день. Это практически их победа, наша совместная с вами победа. Важным звеном в работе правительства Чувашия является взаимодействие с федеральными структурами. От этого зависит финансовая поддержка многих республиканских проектов. Путин Владимир Владимирович, когда посещал Международный спортивный форум России «Спортивная держава», как раз мы были в Новочебоксарске, и я ему докладывал, как средства мы использовали эффективно и какая ситуация на сегодняшний день в городе Новочебоксарске, в городе Чебоксары и вообще на территории Чувашской республики. И до этого у меня была рабочая встреча. И практически оба руководителя, и президент России, и представители правительства владеют ситуацией. И общественно-политической, на территории нашей республики, и макроэкономическими показателями, и теми показателями, как развивается малый бизнес, средний бизнес, какой уровень инвестиционной привлекательности, делового климата. И хочу еще раз подчеркнуть, по итогам 2013 года мы заняли 14 место среди 83 регионов Российской Федерации. Но на сегодня 85, потому что два региона, два субъекта не участвовали в этом конкурсе, который проводит прежде всего правительство России. По новой методике это очень важно, это ключевые показатели. Подробно глава Чувашия рассказал журналистам о том, как будет работать антикризисный план. Мы будем участвовать в фонде при Министерстве промышленности Российской Федерации, где будут предоставлять кредиты субсидируемых процентных ставок. То есть это льготные кредиты для того, чтобы модернизировать промышленные наши производства, провести диверсификацию, чтобы с учетом темы импортозамещения появились новые конкурентоспособные товары. Электротехнический кластер в данном случае, то, что в антикризисном плане есть, там у нас ситуация наиболее благоприятная. Единственное, мы будем для них создавать центр по сертификации производимой продукции, чтобы эти сертификаты действовали не только на уровне Российской Федерации, чтобы они действовали и на территории страны СНГ, и на территории стран Евросоюза. Это очень важно, ибо им приходится на сегодняшний день сталкиваться с такими бюрократическими проволочками. Это, во-первых, удорожание продукции, и, с другой стороны, наши производители находятся сегодня не в равных условиях, хотя конкурируют с мировыми компаниями. Касая строительства жилья, я озвучивал цифры. Сегодня ипотечное кредитование начнется через наши государственные коммерческие банки, другие коммерческие банки, 13% годовых. Это должен дать тоже дополнительный импульс для того, чтобы поднять покупательский спрос нуждающихся в жиле, которые стоят в очереди. То есть, я полагаю, объемы строительства жилья частично могут упасть, но с учетом участия Чувашской Республики в государственной программе, которую проводит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, мы в этом году большого победения не увидим. То есть, есть территория, есть комплектная компактная застройка. За два часа глава Чувашии успел ответить на 17 вопросов. Как будем жить в кризис и оптимизировать бюджетные расходы? На какие обязательства экономия не распространится? Где появятся новые ФАПы? Почему так важно поддерживать новое направление сельскохозяйственного производства? Сколько домов культуры на селе получили новое оборудование? И как важно поддерживать здоровый образ жизни? Ответил Михаил Игнатьев и на вопрос, который волновал всех присутствующих журналистов. Будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост главы Чувашии? Собираюсь выдвинуться к кандидатам. Я об этом уже говорил на встречах с активом отдельных муниципальных образований, когда мне задавали эти вопросы. Потому что время остается совсем немного, полгода. Есть избирательное законодательство, есть федеральные законы о проведении выборов и ряд других законов на территории нашей республики. Моя задача, как руководитель региона, чтобы эти выборы проводились открыто, честно, корректно и конкурентно. Все политические партии, которые зарегистрированы, они тоже имеют право на сегодняшний день выдвигать своих кандидатов. Сегодня в Саратовской области открылся современный мусоросортировочный комбинат. В поддержке проекта сейчас заинтересованы все регионы, в том числе и наша республика. Делегация Чувашии прибыла в Саратовскую область. В ее составе и наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Дмитрий Ковалев. Дмитрий Ковалев. Вечером 17 марта жители средней полосы России, включая Чувашию, наблюдали необычное для наших широт явление – северное сияние. В интернете тут же появились сотни фотографий и видео. Ученые объясняют произошедшее сильной магнитной бурей. Также, вероятно, роль сыграли хорошая безоблачная погода и сухой воздух, сообщает портал Лента.ру. Школа «Ваш второй дом» говорят обычно первоклашкам, только переступившим порог учебного заведения. Помимо основных занятий, ребята получают первые жизненные уроки, учатся дружить и уважать старших. Ученики комсомольской общеобразовательной школы номер один навсегда запомнили свой первый класс и первую учительницу. К сожалению, не с лучшей стороны. Преподаватель, которая должна была стать для детей второй мамой, ежедневно издевалась над ними. Заклеенные скотчем рты, алые двойки, нарисованные не в дневнике, а на лбу, и избиение канцелярскими принадлежностями. Таковы методы воспитания 28-летней учительницы начальной школы. Расследование, заведенного в сентябре прошлого года уголовного дела, сегодня завершено. Ей предъявлено обвинение в истязании заведомо несовершеннолетней и ненадлежащем исполнении педагогам обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенным с жестоким обращением с ними. По версии следствия, с февраля 2013 по май прошлого года в селе Комсомольское, вышеуказанной школе, во время уроков обвиняемая применяла в отношении своих малолетних учеников недозволенные методы воздействия, выражавшиеся в физическом и психическом насилии над ними. Следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Яльцовский районный суд для рассмотрения по существу. Следует отметить, что в ходе следствия в республиканские органы управления образованием и в администрацию Комсомольского района были внесены представления об устранении обстоятельств, посолствовавших совершению преступлений. По результатам их рассмотрения директор указанной школы была уволена, а ее заместитель по воспитательной работе привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Сегодня в Министерстве внутренних дел по Чувашской республике представили нового заместителя министра, руководителя следственного управления. Им назначена полковник юстиции Ольга Кузнецова. Ранее она возглавляла следственное управление по городу Самаре. Службу в органах внутренних дел несет уже 27 лет. Активность нашей работы, она напрямую зависит от профессионализма наших подчиненных и от нашего умения, способности организовать и контролировать их служебную деятельность, которая помимо прочих критерий содержит такую главную составляющую, это поддерживать имидж государства и правоохранительных органов на достаточно высокопрофессиональном уровне. Поэтому здесь я со своей стороны обещаю, что коллектив следственного управления Чувашской республики и впредь своей эффективной работой и профессиональной деятельностью будет способствовать формированию уважения и доверия государству в сознании граждан. К празднованию Дня Победы всегда подходили с особой ответственностью. Однако в этом году важность события усиливается. 70 лет – очень серьезная дата. Представители творческих союзов собрались за круглым столом в общественной палате, чтобы обсудить, как сделать 9 мая незабываемым для наших ветеранов и жителей республики. Союзы композиторов и писателей Чувашии всегда играли важную роль в организации Дня Победы. В этот раз они также намерены принять активное участие в проведении таких всероссийских акций, как вахта памяти, бессмертный полк и других мероприятиях республики. Запланировано множество тематических концертов, где представители творческих союзов и ассоциаций планируют выступить со своими произведениями о Великой Отечественной войне как на русском, так и на чувашском языках. Все-все творческие союзы участвуют. Вот дети, нужно, наверное, детей больше подключать. И рисунки детей, и эти сочинения, и все. Вот такое. Особенно, наверное, активно, как у них хватит пороху или нет, музыканты и творческие коллективы. Вот Морис Клашкин, это вообще идет, ух, 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 столько. Хватит ли у них программы, дай бог, очень здорово. Безусловно, многие ветераны не смогут посетить данное мероприятие в силу возраста и физического состояния. Для них необходимо продумать отдельную концертную программу, возможно, с выездом на дом, предложили участники круглого стола. Героем литературных произведений может стать и Иван Вязов, участник Великой Отечественной войны. Он живет в одной из деревень Маргаушского района. Наша съемочная группа отправилась в гости к ветеранам. Для Ивана Дмитриевича Вязова годовщина Великой Победы – самое важное событие в календаре. Война коснулась всей его семьи и друзей. Со второго курса Казанского университета он был призван в армию на обучение в летную авиашколу. Училище должно было открываться в Саранске. Когда мы в Саранске, мы уже, когда Казань комсомол, обком комсомол организовывали проводы у нас в военное училище, теперь поехали туда. Утром в пути уже уже война началась. Таким образом, я ушел в армию за день начала войны. Затем ускоренное обучение в авиашколе всего за полгода, перевод в авиатехническое училище и работа на авиационной базе. Тяжелая болезнь заставила его вернуться домой. Но Иван Вязов собрал все силы, чтобы вновь встать в строй. Уже в качестве инструктора-минометчиков. До сих пор помнит 9 мая 1945 года. Мы в комнате там были, туда как-то уже забыл. И вдруг, говорят, война кончилась. На улице уже и женщины начали там что-то плачать начали. Вернувшись в родную деревню, стал работать учителем. Завучим, затем директором Чуманкосинской школы. Возглавлял местный совет ветеранов войны и труда. После выхода на пенсию увлекся краеведением. Написал множество книг про историю местных деревень и статей для местных газет. Краеведение он давно изучает. Материал находит по карте названий деревень, рек и тому подобное, которые были в то время, когда это население здесь не было. Он очень наблюдательный человек. И живой интерес все вызывает. Все, что он видит. Особое место в творчестве Ивана Вязова занимают книги об односельчанах. В той далекой войне он потерял шестерых своих друзей. Беда коснулась всех. У меня три брата во время войны. Воевали три брата. И нам очень трудно было, конечно, в деревне жить. Семьдесят лет назад закончилась Великая Отечественная. Но в семье Вязовых они помнят, как если бы это было вчера. Помнят и надеются, что их дети, внуки и правники никогда не узнают, что такое война. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. В Чебоксарском клубе книголюбов началась работа над очередным проектом «Нескучное чтение». Ежемесячно студенты Чувашского государственного педагогического университета готовят оригинальную познавательную программу. Цель которой – привить жителям города любовь к книге в традиционном ее виде. «Нескучное чтение» проходит в Чебоксарах уже второй раз. И если в прошлом месяце книголюбы познакомились с культурой и традициями Китая, то сейчас их ждали новые знания о Японии, насколько различные обычаи наших стран в полной мере смогли увидеть и прочувствовать все, кто посетил чтение. Для них студенты-филологи и культурологи подготовили театрализованное представление о богине Аман-Терасу, гейшах и самураях. На самом деле очень многие вещи, которые действительно интересны, и которые очень много могут рассказать о какой-то культуре, а именно ее истоках и очень важных сокровенных значениях для народа, может рассказать именно книга. И вот прежде всего лично я прихожу сюда именно для того, чтобы открывать глаза детям на какие-то факты, которые они никогда не найдут в сети. Ну и, несомненно, окунаясь сами в эту культуру, в эту историю, мы как-то больше ее понимаем и тоже запоминаем. Это тоже очень все интересно. Помимо небольшого, но познавательного спектакля, студенты подготовили обзор книг соответствующей тематике, конкурсы викторины и, конечно же, чтения. В последующие наши заседания мы хотели бы посвятить уже творчеству отдельных писателей. Это, конечно, и Киплинг, Мольер, Грибоедов, ну и другие писатели, поэты, которые отмечают в этом году свой юбилей. Самых эрудированных участников викторина ждут награды. Так, второклассник из девятой школы Вадим Андреев оказался самым любознательным читателем. На его месте может оказаться каждый, ведь клуб книголюбов принимает в свои ряды всех желающих, независимо от возраста. Ведь мир книг открыт для всех. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Для каждого человека народные традиции и обычаи значат очень многое. Каждый из нас чувствует свои корни. И очень приятно, что на современной эстраде есть исполнители, чьим творческим кредо является популяризация русского национального искусства. Известная исполнительница народных песен Марина Девятова сегодня дает концерт в столице Чувашии в рамках гастрольного тура. А накануне певица пришла в гости в столичную музыкальную школу. Подробности у Юлии Важениной. В школе Марину Девятову ждали с огромным нетерпением. Для артистки провели небольшую экскурсию по школе музыки. Рассказали о выдающихся выпускниках и главных достижениях. Вот, смотрите, это протокопиальное отделение. Кстати, наши выпускники, лауреаты международных области. Вот Александр Шайкин сейчас в конспиратуре учится в Москве, в Несенке. Поступают, да, ребята? Да, поступают. Более 10 детей ежегодно поступают. Работают в Москве. Вот к чему стремиться-то надо, мой хороший. Вы, скорее, стремимся, да, Эти? Сремимся. Главное же учиться, да? На хорошие оценки. Да. Молодец. Сейчас в школе занимаются музыкой около 700 детей. Кстати, школа имени Максимова единственная в столице, которая обучает юных музыкантов игре на духовом деревянном музыкальном инструменте «Гобои». И не так давно здесь появился свой детский духовой оркестр. Мне нравится, что из скрипки можно извлечь звуки, мелодии разных тембров, разного характера. И то, что она заставляет людей думать, рассуждать, и как-то, я думаю, она улучшает им настроение. Талант в музыке играет очень важную роль, но все же только в комплексе с усердным обучением. Именно так считает популярная исполнительница. Педагогический состав – это, наверное, именно музыкальная школа. Это те люди, которые развивают любовь. Любовь детей к музыке. Да, безусловно, знание. Но если ребенок не идет с удовольствием, если ребенку здесь не нравится, и нету какого-то контакта, а вы понимаете, это чистая психология, еще тонкие моменты срабатывают, то, конечно, дальше у ребенка просто нету вкуса. А развить вкус надо именно вот совсем-совсем с детства. Такие именитые музыканты, когда приезжают, во-первых, дети становятся более желаемыми заниматься и работать, у них глазки горят, и, во-вторых, в школе это приятно. Новая концертная программа «Марина» называется «От сердца к сердцу». Она посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Старшеклассники школы имени Максимова тоже готовятся к грандиозной дате. Произведения «Наша Родина» исполнили специально для именитой гости. Самое главное – верьте в то дело, которым занимаетесь. Я вот, например, занимаюсь уже, в прошлом году отметила 15-летие своей творческой деятельности, и ни одного дня не пожалела о том, что занимаюсь музыкой. Поэтому удачи, огромного-огромного вам терпения, и любите музыку, занимайтесь музыкой. Это очень помогает раскрыться человеку. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панон, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова